Дагестанские дальнобойщики застряли на Ирано-Азербайджанской границе. В причинах разбирались наши корреспонденты. Протянем руку помощи. Фонд Инсан и телеканал ННТ собирают средства на помощь 8-летнему Абдурахману. По толстому льду. Покорить замерзший Хунзахский водопад приехали экстремалы со всей России. Весь пьедестал за Дагестаном. Итоги второго дня чемпионата России по самбо подведем в спортивном блоке новостей. Дагестанские перевозчики испытывают проблемы при пересечении Ирано-Азербайджанской границы. В населенном пункте Астара наши дальнобойщики сталкиваются с несоблюдением очередности и из-за этого простаивают на границе около 10 дней. У многих, как правило, за это время портится сельскохозяйственный груз. В сутки на пункте пропуска простаивают порядка 900 фур. Проблемы с прохождением таможни на государственной границе двух стран длятся уже второй месяц. Мало того, для наших дальнобойщиков искусственно повышают цену на топливо. От безысходности объединения автомобильных перевозчиков Дагестана со своими проблемами обратились в середине февраля в администрацию президента России и другие инстанции. Там обещали помочь. Однако проблема все еще не решена. Полную инвентаризацию земельных участков пригородного поселка Красноярмейск проведут в ближайшее время. Об этом на встрече с активом населенного пункта заявил исполняющий обязанности мэра города Махачкалы Резван Газимагомедов. На самом деле я дал поручение УИЗО в полной инвентаризации всех земельных участков. Это в основном поселки у нас. В городе тоже эта работа идет и у вас тоже будет идти. Половина этих земельных участков, которые появляются решения, они левые, они фальшивые. Они сделаны, вы знаете, как делается. Жуликов много стало, за последние 10-15 расплодилось. Те, которые старые, если мы не находим их в Росреесте везде, когда стоят из нас какие-то законные документы, о чем вы говорите, они нигде не подтверждаются. Мы их отменяем. Землю забираем в обратный муниципалитет. Если эти ваши земли такие, они вернутся обратно в поселок, будем ее развивать дальше по гемплану. Также в ходе встречи обсудили другие вопросы. В ближайшее время на местных скверах и улицах, ведущих к мечети и школе, восстановят освещение. Поднимались и темы строительства социальных объектов. Так, на стадии завершения новая школа между поселками Семендер и Красноармейск. Вскоре здесь также появится спортивный зал, амбулатория и детский сад. В Махачкале, в здании Русского драматического театра, прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию года Расула Гамзатова. Со сцены к зрителям обратились глава республики Сергей Меликов, первый президент Дагестана Мухуалиев и дочь народного поэта Салихат Гамзатова. Праздничную концертную программу продолжили лучшие ансамбли песен и танцев региона. В исполнении известных артистов прозвучали легендарные музыкальные композиции «По горным дорогам», «Завещание» и «Журавли». Ярким завершением программы стало исполнение гимна республики, в основу которого легла музыка Мурада Кожлаева и стихотворение Расула Гамзатова «Клятва», написанное в 60-е годы прошлого века. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд «Инсан» продолжают еженедельную рубрику о тяжело больных детях. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно будет перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы видите на экранах, или через мобильное приложение фонда «Инсан». На прошлой неделе вместе с фондом мы помогли семье Фатьмы, страдающей ДЦП, собрать более 300 тысяч рублей. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается 8-летний Абдурахман. Подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Абдурахман, ты будущий механик? Да, механик. Ах, молодец. Ты будешь машины чинить, потом большие наши машины будешь чинить? Да. Абдурахман старательно закручивает гайки у любимых игрушечных машин. В целом он кажется обычным ребенком, но только у этого 8-летнего мальчишки расстройство экспрессивной речи и задержка психического развития. Отклонения, которые сложно вовремя распознать. Отец мальчика рассказывает, он с супругой не сразу поняли, что ребенок серьезно болен. Когда он родился, первый год-два, мы особо ничем в нем не замечали такого, чтобы мы куда-то обращались. Хотя нам мать говорила, что у него свой какой-то свой личный мир. Когда уже настало время, что он должен говорить уже, два года, пол-третьего, там вот так время начал уже идти, начали немножко переживать, что он уже ничего, ни слова не говорит. Он просто возьмет какую-то вещь, целый день мог с этой вещкой играться. игрушкой, одной игрушкой, одной машинкой, целый день могут так. И никого не трогать, никому не мешать, шума ничего от него нет. Нас тоже это все как бы устраивало. Раз он спокойно сидит, играет, я думаю, мы тоже его не трогаем, мы тоже не беспокоимся, не переживаем. Дальше потом, уже три года, если полный, четвертый год пошел, уже начали переживать, почему не разговаривать, начали уже ходить по врачам. Сын самостоятельен, говорит папа. Зачастую пытается поддержать простой диалог, но беседа, увы, может резко оборваться, и ребенок снова абстрагируется от реальности. Один шрубчик, что-то не открывается у тебя, да? Не открывается, да? Он ходит в специальную школу для, ну, у всех остальных детей, потому что здесь, по-моему, в Махачкале у нас таких школ, много их нет. По советам специалистов, Абдурахману необходима лечебная терапия дважды в год. Однако на каждый этап реабилитации находить сумму в несколько сотен тысяч рублей многодетной семье трудно. Учитывая, что семья у меня не маленькая, четверо детей, двое старших, две девочки старшие, они ходят в школу, двое мальчиков, он сейчас в эту школу ходит, в другой садик ходит. Учитывая, что своего жилья нет, единственное, я работаю, супруга работает по уходу за тоже инвалидом, получает такие копейки, там, наши средства, на это все не хватает, чтобы его, постоянно, периодически, им заниматься. Чтобы он стал нормальным человеком, говорят нам, предлагают, советуют заниматься, проводить с ним определенный курс занятий минимум два раза в год. А этот курс по деньгам выходит не меньше 200-250 тысяч рублей сегодня. Один прием врача стоит 2-2,5 тысячи рублей, любого врача. Шансы на улучшение здоровья Абдурахмана все же есть, а родители и вовсе верят в полное его исцеление, социализацию и становление как личности. Это молодец. Мы с вами можем вместе помочь Абдурахману избавиться от тяжелой болезни. Протянем руку помощи. Ларьяна Шамхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Вверх по замерзшему водопаду в Хунзавском районе вблизи села Сеух прошел открытый фестиваль по ледолазанию. Покорять 40-метровый каскад приехали более 60 экстремалов из разных регионов России. Толщина льда составляет от 3 до 5 метров. Этого вполне достаточно, чтобы начать восхождение. Крутизна подъема 90 градусов. Все это и придает соревнованию уникальность. Обычно чемпионаты по ледолазанию в России проводятся на искусственных объектах. А здесь в горах на естественном рельефе совсем другое дело, говорят участники. И к новостям спорта. Дагестанский пьедестал на чемпионате России по боевому самбо. Во второй день соревнований в Перми наши спортсмены выиграли 4 медали. Причем все самбисты выступали в одной весовой категории до 88 килограмм. Награду высшей пробы завоевал Саид Саидов. Воспитанник Махачкалинской спортшколы имени Ахмедова в финале встречался с Джамбалатом Меджидовым. Судьба поединка решилась за 3 секунды до конца схватки. Саидову удалось провести бросок через бедро. Третьими призерами чемпионата России стали Абусупьян Алиханов и Гаджимурат Сумалаев. Напомним, что в первый день турнира дагестанцы выиграли 2 золота и 1 серебро. Соревнования в Перми завершатся 3 марта. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите выпуски новостей также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok